А где Муслим Магомедович? Чуть ближе сейчас мы подойдем. На реализации проекта «Чистая вера» и другие дела. Этот проект, как говорят члены ее рабочей группы, он посвящен им, Лариса Гугеева. Она эксперт рабочей группы, которая именно занимается этим проектом. Прежде чем мы перейдем... С вопросами непосредственно их волеизъявления, а в частности это молельные комнаты для мусульман. Послужило резонансом случай в Ставропольском крае ВК-11, уже известный всеми случаи. Наша задача первостепенная, которую мы перед собой ставим, это в первую очередь воспитание толерантности, терпимости и, наверное, добрых побуждений в первую очередь в обществе в целом. А что касаемо мест лишения свободы, с Муслим Магомедовичем достигнутое соглашение. Огромное спасибо УФСИН Дагестану, которое отозвалось, у которого уже на сегодняшний день в подведомственных им организациях были оснащены эти комнаты. В принципе, случаев нетерпимости на почве межнациональной и межконфессиональной на территории Республики Дагестан не было. Ввиду программы по всему Северному Кавказу, нами заключено соглашение на улучшение этих комнат. Я надеюсь, что программа найдет отзыв и дальше будет работать плодотворно. Сегодня в уголовной системе Республики Дагестан то, что было здесь сказано, практически никаких проблем нет. То, что было сказано здесь, говорится, это все, на самом деле, соответствует действительности. Потому как она сама была свидетелем, как во всех учреждениях организована эта работа, созданы определенные условия для удовлетворения духовных потребностей. Независимо, там, этот, мусульман, христианин, буддизм, кто проповедует какую-то религию, она объездила там с этой группой полностью. Конечно, как здесь она остановилась на данных моментах, конечно, есть необходимость именно в плане улучшения этих помещений, отдельных подразделений. Конечно, для установления там, я так и говорю, и кондиционера там, и где-то там надо общить, где-то как-то. Ну, а в целом программа достигнута, сегодня все цело исполняется. Такой вопрос, как я хотел бы вам задать. Известно, что в исламе реализация религиозных потребностей, намаз, да, оно, как бы, варьируется по времени. Например, там, летом необходимо чуть-чуть в три часа ставлю намаз, там, в зимнее время в семь часов. Скажите, пожалуйста, вот эти моменты, как они регулируются внутренними инструкциями в системе УСИ, потому что, насколько нам известно, это довольно-таки серьезная, острая проблема. Да, здесь, получается, конфликт внутренних инструкций и конфликт, как бы, религиозных. Как это у вас умирается, этот момент регулировать и удается ли это делать? Этот вопрос, считаю, снимется ключевым вопросом сегодня для нас, для нашей системы, так как, в соответствии со стадией 14 Уголовного исполнения кодекса Российской Федерации, осужденным гарантирована свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправо исповедовать любую религию, могут или вообще не исповедовать. Поэтому имеют право свободно выбирать какую-то религию, но при этом, при этом, не должно нарушаться правило внутреннего распорядка учреждений, исполнительного наказания. Так как права других осужденных, которые находятся рядом с ними, иной раз нарушается в плане того, что вам и было сказано. Здесь вопрос, вот встают они на утренний намаз, это 5-4 часа, ну по-разному там так, по времени встают. Но представьте себе, живут в одном помещении, там человек 70 спят, и с разных кроватей люди встают, шорох, движение. И отдельные люди, ну там и христиане, там есть и калмики, которые будут проповедовать сегодня, у нас около 50 человек, если чуть больше даже. И, конечно, были в прошлом году, вы, наверное, тоже знаете, недовольство были, кто куда обращался, но нам было немного тяжеловато, конечно, с выездом на место. Мы как бы к одному консенсусу пришли, определились, что даже сделали расстановку так, что вот кто именно молится, чтобы в одном помещении другие находили. Чтобы препятствия другим, проблем другим, чтобы не создали, это нельзя. Потому что человек хочет спать, он должен встать 6 часов, а его как-то заставляют вставать там или нарушает сон, где-то пол пятого, пол шестого, это неприятно. Поэтому достигли мы вот этого консенсуса, именно с этими людьми, их раскидали по разным помещениям, баракам, помещениям, и на сегодняшний день проблем мы не видим. Это реально я сам, как руководитель данного управления, выезжаю, не только смотрю, веду беседу с теми людьми, имамами мечети, которые в отдельных учреждениях, которые у нас есть, и теми осужденными, которые молятся. И которые не молятся. Никто не жалуется сегодня. Как вы, я считаю, достигли мы вот этот консенсус, да, в этом вопросе. Это очень важно сегодня, были вопросы. И одновременно мы и не нарушаем статью 14 уголовного кодекса, и одновременно создали условия для духовных потребностей. В общей исламской руме произошел определенного рода раскол, да? Есть представители, так называемого, традиционного направленности, так называемого... Человек ответственный, который с нами заключил этот договор, что они обязывают себя и своих духовных руководителей выезжать в все учреждения и проводить там определенную работу. Даже при назначении имама того или иного мечета, там, учреждения, то ли строгий режим, то ли общий режим, мы всегда прибегаем к их помощи, потому что они неделю, а две раз должны приходить и работу свою в этом плане проводить. И когда мы вопрос ставим, что потом разных клевотоков, что бы не было, там, в салафистском направлении, там, кто-то там ведет, там, агитацию и так далее, потому что ислам это должен быть в едином плане, пропагандироваться должно быть. Но в течение, где там происходят какие-то вопросы, вот такие руководители на таком уровне духовного управления, они должны находить выходы и регулировать эти движения, вот эти вопросы внутри, чтобы не доходить до конфликтных этих ситуаций. Но сегодня, конечно, здесь с волей, будем так говорить, мол, там отдельная вот эта кучка образовалась, это неправда. Таких, имеется в виду, те люди, которые придерживаются салуинских направлений, взглядов, да. Нам для сотрудников администрации, для руководства, в целом, для поддержания внутреннего порядка, проблем они не создают. Когда проводим мы обесковые какие-то мероприятия, мы иной раз изнимаем литературу, но вот сегодня, посмотрите, вот литературу, которую мы туда допускаем, как бы вот, ну формально так, мы знаем, это духовное управление, вот как бы они считают целесообразным использованием, например, да, вот в этих учреждениях, которые несет вредь там, в том или ином направлении, мы их допускаем практически через их всю. Как бы они проверяют, а пропускают, хотя этот не имеет такого, как бы, юридического такого, это, да, начали там, да, они не эксперты, там никто, но так рекомендовано, так просят, мы тоже поддерживаем это. Но практически вся литература, которая там, это незапрещенные, которые духовные наши руководители, которые осмотрели и посчитали нужным, чтобы... То есть, полное управление, если я вас правильно понял, религиозную литературу, оценку, скажем так, да, или экспертную оценку... Как правило, да. Как правило, да, как правило, как правило. А есть случаи, когда необходимо бывает изымать какую-то религиозную литературу? То есть мероприятия мы изымали. Там как бы... У Гаслана Материевича Айкунова, член общественного вклада, сроки Дагестан, и человеком, который занимается непосредственно... У всем Дагестана отбывают наказание лица, исповедующие традиционно, ислам. И сколько их альтернативно? Альтернативный учет называется. Мы прослеживаем это, потому что нельзя не прослеживать это. Альтернативный учет. Да, да, та категория, которая придерживается, но при этом, например, мы не должны от них видеть ответ. Кто, который не будет оповедовать. А сегодня, когда из них более 80% это оповедуют ислам. Это человек... Это 500 человек, наверное, около 500. Это не сухи и саватки. Человек-человек-человек-христиан. У нас в республике отбывают наказание. И там туда и уходит женская колония. В республике отбывают. Которые, посмотрите, хотя... Значит, для каждого... Это тогда... В республике отбываются. Встречаем средства. Значит, и... И вкладывают соответствующие листы на сотрудников учреждения. Причем, потому что там есть литература, может, даже кто-то там не заключает. Она заключена, а наши ученые разрешают. Наши ученые, мы продерживаем все это, не многие, поэтому мы считаем это правильно. Но, в конце концов, получается, что если мы навлекаем вопрос к спорным моментам, в прокуратуру нужно четко последним найти специалистов, экспертов. И всю литературу, как правило, на советском направлении, они считают, для них же не является это. Создает какой-то экспертный профессиональный группу или специалистов. Чего ты это делаешь? Для каких-то моментов мы поднимем ее туда, мы сложим месяц, раз? Он вводится на исключительное решение суда. Если решение суда вынесено, о том, что конкретный перечень или конкретный даже абзац данной книги является экспериментским, то он, конечно, на поле Мандыгистана или же Арбус. Он же говорит, как Николай Ламон, да, если мы уже говорим о его убийствах в том числе. Хорошо, ваше, конечно, в качестве зрения. Мусульман Владимирович, там абсолютно все долго и много, как это выполняет. Это даже интересный вопрос. Это там кадета очень много, в свое время писала о положении мусульман, и даже, там, так словно. Кустина, они не все достаточно аргументированно, мотивированно могут изложить в своих залобах ту или иную проблему. Но зачастую оказывается так, что не все проблемы, как бы, они затрагив в правом бусе, и инциденты иногда бывают, как бы, на одном месте, как бы, и спальзываются с ними. Ну, в том числе, обнаруживаются такие проблемы, которые, на самом деле, решать нужно законодательным образом. Я сейчас приведу один пример, к нам жалуюсь по поводу того, что не разрешают азан, тюбе, по-моему, да, что громко азан кричат. Да, а остальные, потом другие осужденные жалуются, что вот этот азан мешает им спать. Вот то, что Муслим Магенедович сегодня говорил, что теперь, получается, нужно же соблюдать какой-то баланс, о котором сегодня было сказано. Вот теперь как этот баланс соблюдать? Да, на самом деле, с точки зрения Конституции, мусульмане имеют право там совершать свои религиозные обязанности, но есть, конечно, и оговорка, и законодатель, что не должно мешать, как бы, другим людям. Но теперь как соблюдать этот баланс? И здесь, мне кажется, что нужно, опять-таки, прийти к обсуждению, да, допустим, я это, честно говоря, не знаю, есть ли там громкоговоритель, или там настолько громко так кричат, что все осужденные, как бы, слышат это, да. Вот эти моменты. Второй момент. Насколько я знаю, в СИЗО существуют места, так называемые, для справления нужды. В там же этих камерах, да, и зачастую, значит, в Исламе существуют, значит, ограничения, то есть нельзя молиться, как бы, если там уже присутствует, как бы, туалет, да. Есть такой момент. А кого нет? А? Нет, не сезон. Не сезон, я имею в виду. Ивесов нет, ивесов тоже где-то раньше было, по-моему, сейчас нет этого. Теперь вопрос, значит, другой возникает. Мне, честно говоря, интересна другая ситуация. Вот, допустим, позволяет ли законодательству, в частности, уголовно-процессу, исполнительное законодательство, значит, принимать помощь от небюджетных фондов, пускай будет от различных организаций, если они хотят на самом деле обустроить эти места, да, то есть как этот процесс будет происходить? То есть захожу, допустим, в приходе иман, вонок какой-то, да, хочет, допустим, пожертвовать 100 тысяч рублей для обустройства какой-то камеры, пускай будет. Но куда эти деньги должны перечисляться? Общественный контроль осуществляет 7 желающих общественных организаций, не имеют значения региональные, в порядок какого? Любое записанное объединение, где люди, колония, ИК-2, вот здесь отряд номер 3. И я хочу, чтобы вы в эти деньги, вы отчердели усы, перечисляете деньги, и вы вправе проконтролировать, направлены эти деньги именно по вашему обучению. Если эти деньги будут направлены по улице, значит, вы имеете право, нет. Я думаю, что как в рехии 90-е, скажем так, создавались специальные фонды, благодаря которым в местах решения свободы поддерживаются именно определенные деньги. То есть это было в категории, значит, усыба, который соблюдает просто, когда, значит, для них вот эти моменты мне хотелось бы более конкретить. Вот сейчас какая ситуация, допустим, хотя в газету как бы ежедневно, ежедневно не освещаем эти проблемы, мы просто их аккумулируем и в определенной степени как бы поднимаем таковую газету. Конечно, там сейчас, сегодня законом предусмотрено, не менее 4 квадратных метров должно быть для одного арестовано, следственно арестовано, 4. Это достаточно площадь для нормального штата. И туалет там предусмотрено и на гостях. Это вопрос тоже сегодня практически для российского законодательства по-другому решить невозможно. И мы тоже участвуем на этом проекте, да? Конечно, да, участвуем. И это СИЗО, а тех старых, вот это здесь-то новое строят у нас на горке, а как по-новому сейчас это все. Практически до следующего года, до середины следующего года эта проблема будет полностью снята. А это как-то уловит? Вот когда постеполи, вот мой пресс-центр здесь, лично когда я обхожу, вот когда строй ставим, учреждение, лица, которые соблюдают пост, отдельно раньше повара встают, готовят для них. Вы можете проверить. Это не пустые слова. Они встают, группа этих людей встают, кушают и обратно уходят. И если кто-то работает, промышленно, мы как-то мусульмане, как люди, которые понимают эту менталитет нашего народа, там вопросы, просто его не уважают. Это вот другую лигу, значит, он свое не уважает. Надо обязательно прийти к вам. Конечно, я же вам говорю, это вы можете поехать посмотреть. У вас уже практика есть. Те же места, в которых, допустим, если нет таковой практики, вы обстановку внутреннюю как видите? В других местах нет. Нет, у вас. То есть для права. Разговор с этим людьми, чтобы не было так, чтобы мы как будто искусственно все это придумали. При общении это все видно будет, например, натурально, кто чувствует, проблем, жалоб нет. И внутренняя атмосфера положения, я считаю, сегодня положительной. Копирование, да? И очень много обращений и на сайт правозащита, и на социальных группах, это тема, да? И контент группы, да, обращаясь. Скажите, пожалуйста, есть, ну, давайте вот, именно в перечистоте, должны, главное, это значит, завтра делаем того региона, где они совершили. У меня есть внутренняя сна. Они поверят, ну, мы их знаем. В 208-е участие в незаконной вводной параметре, там, убийство права, там, бандитизм, организм, преступник, там, более 10-ти статей, там, туда пойдут, в другой регион России. Это все, в безопасности. Скажите, пожалуйста, дело в том, что, понятно, что вот такие вот законодательные инициативы, они, может быть, они знают, экстремисты, не мусульмане, скажем так, но люди, осужденные по экстремистским статьям, этапируются с других регионов России, в Дагестан, если подобное. Нет, нет, ни одного случая. А в Дагестане, по новому указанию директора, отбывают наказание только первокурс. Имеется в виду, вот, только спадные расходы, кражи, там, на Магдану, и Казань, и так далее. Он же куда попадал? Он попадал в лифт-сельду, и детство его. Да-да-да. То есть, это, как вы, вот, это лифт, да, вот, лифтовая система идет. И очень считаю, вот, это государство. Продолжение следует...